Я еще раз хочу представить вам оркестр службы внешней разведки под управлением заслуженного оркестра Бориса Букаткина. Спасибо вам большое. Игорь Рыбенко, главный режиссер. Главный дирижер, извините, конечно, главный дирижер. Спасибо огромное. Я надеюсь, что мы еще встретимся с этим замечательным коллективом не раз. И на моих концертах, и на концертах других людей, других певцов, которые любят свою Родину и поют патриотические песни. Спасибо большое. А мы продолжаем наш вечер. Маленькая пауза. Кустецов. Сегодня у нас в вечере будут участвовать еще интересные, хорошие люди, замечательные артисты. Думаю, сейчас мы их услышим. Кого-то из них не на подходе. Одну секунду. Я хочу вам представить своего друга, человека, прошедшего многие горячие точки, написавшего очень много хороших песен. И песен на мои стихи, песен на стихи друзей фронтовиков. Это замечательный композитор и певец, исполнитель песен. Сергей Кузнецов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, сегодня дни рождения, так. Вот, у нас как раз в стуле был друг такой. Это Василий Денисов. У нас 11 декабря прошел фестиваль, мне Василий Денисов. Вот он тебе подарок. Вот он всегда, что-то, с нами. Все-таки был 20 лет, 8 лет был учестной, это Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это музыкальный десант наш. Творческое объединение в военах авторов-исполнителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Будет развиваться над моей головой. Спасибо, Сережа. Спасибо. И большое спасибо Сережу, что он написал немало песен на мои стихи. А самое интересное, что в последнее время он написал не только боевые, военные песни, но и лирические песни. Ну, Толя, еще хочу маленький подарочек, можно? Да, конечно. Пожалуйста. Эту песню мы написали совместно с Ниной Поповой. И до сегодня дня рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я тебя поздравю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И радуги с веселой восхожденье, И небо, на котором тучи гнев. И небо, на котором тучи гнев. И небо, на котором тучи гнев. А теперь помогайте мне! Поздравляем! 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 С днем рождения! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И теперь позравляем! С днем рождения! Дарю звезды Крустальный свет И радуги с веселой восхожденье, И небо, на котором тучи гнев. И небо, на котором тучи гнев. И небо, на котором тучи гнев. Коль, специально для тебя. Нет, Коль, специально для тебя. Ребята мне быки прислали. Только сегодня ночью, Поэтому, что извините. А сейчас только ты просил. Я знаю. Пожалуйста. Ты что ты просил? Прекрасные стихи Называется песня «Что подскажет море» Автор стихов Анатолий Пшениченко Что подскажет море Нам на закате Разрубить еще не полюбя А воно-то хлынет То откатит Это так похоже на тебя Так похоже на тебя А воно-то хлынет То откатит Это так похоже на тебя Так похоже на тебя Всем своим любовям окаянным Нет, сказать привычки из меня Ветер не бывает постоянным Это так похоже на меня, так похоже на меня Ветер не бывает постоянным Это так похоже на меня, так похоже на меня И смотрю твои плоская плечи Как мы лун над морем целый час Рядушка-то только не навстречу Облака похожие на нас, похожие на нас СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что-то скажет новое на закате. Что-то скажет новое. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, включите микрофон на столе, ведущий. Спасибо, Сережа. Это было вступление «Альта лирика». Это любовь, но любовь это тоже. Любовь это тоже чувство верности, чувство родины здесь присутствует. Я очень прошу тебя спеть, Сережа, песню, которую вы пели вместе с Василием Денисовым, Сашей Небесной был. Приказ назад. Хорошо. Пожалуйста. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Если будет приказ назад, И завертится спятьсемля, Мы своих повернём солдат, Чтобы увидеть Singula Офицерская наша честь и одна за спиной страна. Наш вопрос простой, дайте до шага. Не кричите стой, чтобы снова вспять. Мы прогнали грусть, смерть покрогали, Чтоб не рвали русь, о, ты, Бога, не. Трессия, взгляни на нас, вновь нам вышло тебя беречь. Сколько ж лет нас стоптали в грязь, Обрывали поклоны с плеч. Но укнулся в плечо приклад и раздвинул в дожде огни. И с надеждой нам вслед глядят прозревающие вожди. Наш вопрос простой, дайте до шагать. Не кричите стой, чтобы снова вспять. Мы прогнали грусть, смерть покрогали, Чтоб не рвали русь, о, ты, Бога, не. Но если кому-то вдруг выйдет вечная тишина, И у камня заплачет друг, и цветы принесет жена, И расскажут, мол, был приказ, Обещающий жить замен. То гранит не удержит нас От броска до кремлевских стен. Наш вопрос простой, дайте до шагать. Не кричите стой, чтобы снова вспять. Мы прогнали грусть, смерть покрогали, Чтоб не рвали русь, горды богами. Наш вопрос простой, дайте до шагать. Наш вопрос простой, дайте до шагать. Не кричите стой, чтобы снова вспять. Мы прогнали грусть, смерть покрогали, Чтоб не рвали русь, горды богами. Если будет приказ в глаза и завертаться спять земля, Мы своих повернем солдат, чтобы видеть глаза кремля. Мы своих повернем солдат, и увидим глаза кремля. АПЛОДИСМЕНТЫ Ветеран ВДВ, автор-исполнитель Сергей Кузнецов. И русский хлеб, чужое молоко, Помытая картошка не из раши, Кругом маятинь, не слишком далеко Зашел процесс с названием не наше. Вы где, Данила мастер, хлебороб, Ваш серп и молот лишь над монументом? Кто вычистил страну, что даже поп порой Псалмы в церквях поет с акцентом? Что взяли мы из этих лет лихих, Где междувечье стало нам увечьем? Быть может, наше все давно уж их, Или хитрее общечеловечье, Но в нашем небе наши облака, Но в наших песнях наши переборы, И не пока, а наши на века Леса и горы, реки и просторы. Ты, скорый век, не очень-то спеши, Наш русский дух развеет злую полночь, Не ровен час все наши калаши Со всей земли прибудут к нам на помощь. Ни покой и ни уют вдоль родной земли, Самолеты падают, тонут корабли, Бредят перегрузками небо и вода, И гуляет русская горюшка беда. Наклевавшись солона с царского стола, Смотрят в разные стороны головы орла, В песне не стараются сладить голоса, Будто опасаются выклевать глаза Из породы Штолемы слабого звена, Позабыв историю от Карамзина, Променявши начисто правдушку налезть, Совестью без качества заменивши честь. С голубиной стаею спелось вранье, Быть наять устали мы, сделались наё, Без имена с кличками мчаться, как во сне, Её автомобильчики да по её стране, Так каких же ждёте вы праведных трудов От её самолётиков, от её поездов, И от её полиции, и от войска её, И над её столицей услышно, ё-моё! Спасибо деду за победу, Прибита копеля окну, Я равнодушно не проеду, Попутно Ауди махну, Вот БМВ, вот Мерсов стая, За ней фольксвагневский клин, На солнце ленточки блистают, Горят наклейки на Берлин. Спасибо деду, что не всех он Врагов повыкосил подряд, А то на чём нам было б ехать В девятом мае на парад. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, коллег поставьте сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Дядя Лёня! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 РАБО – Зависит С наколкой на груди Я, ребята, из штрафбата Кто тут смелый, заходи Хоть и не был он героем А почти что стариком Но рассказывал такое В перемешку с матерком И про пиры, и про прагу И что выпало ему Две медали за два И цынга за колыму Он облетал, как от камена Вил он в фрицах гранатами Раз И про пиры, и я и бью И за Сталина За Россию За правду За вас Как же нас ругали мамки В дружбе с Лёнею и меня И не раз штаны на лямке Не спасали от ремня А он падал, как обрубок Не доклеив сапоги Ведь на сотню пар обор Не одной своей ноги А бочок Облетал, как от камена Где он прелезает Странный фраз Странный фраз И в земле Я и гибил За Сталина А за волю За правду За вас Пусть давно И у крестик Поставили В синем ельнике Но, как сейчас Прогрели Я и гибил За Сталина За Россию За правду За вас За Россию За правду За правду За вас А то на чём бы нам было ехать В 9 мая на парад Спасибо 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 Конец 78-го года Зима Подмосковья Два молодых поэта Встретились в Перуе Увидели друг друга На совещании Молодых поэтов Москвы и Московской области И с тех пор по жизни Идут рядом Один из них Только что Сел рядом со мной Второго я имею честь Представить Поэт Драматург Прозаик Живой и молодой Классик Российской словесности Литературы Юрий Поляков По совместительству Главный редактор Литературной области Юрий Поляков Аплодисменты Да? Давай Извини Спасибо Дорогие друзья Вы знаете Вот я обратил внимание Что Последние Именно годы Этот зал Стал снова наполняться Для встречи С хорошими Настоящими Русскими поэтами Вот недавно Был вечер Посвященный 60-летию Уже к сожалению Ушедшего От нас замечательного Поэт Николая Дмитриева Сегодня вечер Анатолия Пшенична И снова Полный зал И вы знаете Мы действительно Как говорится Вступали в литературу Вместе На одном совещании Нас Открыли И вот я вам хочу сказать Что Столько прошло Уже времени Вот столько Уже изменилось И страна изменилась И произошли Какие-то страшные Совершенно Потрясения Для нашей страны Для нашей культуры Но вот я до сих пор Помню Вот Как обсуждали Стихи Анатолия Пшенична Помню стихи Про Мальчишек Которые Держались За Крепкие Руки В пустых Рукавах Своего отца Вот такие вещи Они западают На всю жизнь И действительно Как говорится На Перу Много Так сказать Званых Да мало избранных Вот Анатолий Пшеничный Как раз один Из избранных Нашей Вот Замечательной Поэзии И у него Даже Вот В биографии Есть какие-то Какие-то Такие Переклички С нашими Ну Такими Фигурами Сакральными Фигурами Нашей Поэзии Он Дружит С гитарой Как Аполлон Григорьев Он Позвитил Значительную Часть Своей жизни Дипломатической Службе Как Федор Тючев Но в отличие От него Он был серьезный Дипломат И без присмотра Документы Международной Важности Не бросал Как Федор И все эти годы Мы действительно Как-то держали Друг друга В поле зрения И я кстати Говоря Был одним из первых Кто Написал Вот Какой-то Такой Аналитический Текст Действительно О его Песнях Потому что Ну это не совсем Песни И когда вышла Подборка И пластинки Тогда Помните Выходил такой Кругозор Такие Гнущиеся Пластинки И вот Там была Такая моя Статья О поэзии Антолия Пшеничного И Я назвал Вот Это Поющимися Стихами Это действительно Так Понимаете Потому что Есть Принципиальное Отличие От текста Песен И Стихов Которые Поются Вот Иногда Вроде Нормальная Песня Потом Случайно Тебе попадаются Эти стихи Без Музыкального Сопровождения Ты читаешь И ничего Понять не Можешь Понимаете Вот есть Скажем Такие Довольно Известные Гитарные Деятели Но Когда Ты читаешь Книжку И Там Попадаются Стихи Которые Ты не Слушал Под Гитару Ты Понимаешь Что Это Не Стихи Они Не Производят Такое Печатление А Вот У Пшеничного У него Это Действительно Поющиеся Стихи Потому Что Они Сами По Себе Они Самодостаточны Отличие Стихов От Песеных Текст Потому Стихи Самодостаточны Существуют Сами По Себе И Вот В этом На мой взгляд Очень Сильная Сторона И Конечно Мне Очень Нравится И Мне Близко Вот Это Обостренное Гражданство Обостренное Боль За Свою Страну За Свой Народ Сострадание Потому Что Это В общем То Всегда Было Отличительной Чертой Больших Русских Поэтов Понимаете И Когда Сейчас У нас Появились Поэты Которые Стесняются Произнести Слово Родина Считают Что Любовь К Родине Это Интимное Чувство Интимное Чувство Это Любовь К Женщине Понимаете Об этом Действительно Не надо Кричать А Любовь К Родине Это Признак Здоровой Нравственности Потому Что Если Человек Нет Любви К Родине Человек Нравственно Ущербный И Вы знаете Есть Еще Один Момент Который Я Хочу Отметить Много Как Поэта Бывшего И Как Редактора Прошло Много Поэтических Судеб И Вот Поэты Делятся На Значит Долгожителей И В общем Тех Которые Заканчиваются Как Поэты Молодыми Причем Это Не значит Что Они Умирают Молодыми Я Встречал И 70 И 80 Летних Поэтов Которые Продолжали Каждый Год Издавать Книги Но Они Перестали Быть Поэтами Уже 20 30 40 Лет Назад Это Загадка Почему Одним Господь Дает Поэтическое Долгожительство Почему Вот Это Поэтическое Мироощущение Сохраняется А другой Выпускает 2-3 Книжки Иногда Безумно Яркие Очень Вот Мы Помним Наши Юности Были Такие Поэтические Старки Что Казалось Ну Все Вот Это Новый Маяковский Вот Это Новый Заболоцкий Вот Новый Там Еще Кто Нибудь И вдруг Все Они После Первой Второй Книжки Исчезали Это Одна Из Загадок Вот Как раз Анатолий Пшенич На мой Вгляд Вот Даровано Это Счастье Поэтического Долголетия То есть В нем Вот Эта Органика Вот Эта Счастливая Энергия Поэтическая Она Продолжает Валиваться В таких Яркие В общем-то Запоминающиеся Точные Строчки Поэтому Что Можно Пожелать Поэту Поэту Можно пожелать Только мужского И поэтического Долголетия Что я с удовольствием И делаю АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий Перекрутитель С его Легкой руки Почти все книги Выходящие Впоследствии Его предисловия Пластинки Имели подзаголовок Поющие стихи Он этот термин Вел И слава Богу Спасибо Спасибо Юрию Нашему действительно Настоящему защитнику Литературы И вот тому самому Спасателю Я говорил уже Амишике Зилове Юрию Полякову О том Что благодаря Вот этим Вот этим мужикам Все удалось Сохранить Корабль литературный И сейчас Так как возрождается Сейчас литературная газета Здесь многие наверное Сейчас скажут Что это была Любимая газета Долгие-долгие годы Потому что в ней Можно было читать правду Потом был провал А потом снова Литературная газета Стала тем Чем она была Когда-то И сейчас С удовольствием Я с трудом Публикацию Моя была В последнем В журнале Я увидел Я брал последние номера Покупал Не сразу Не в среду То есть ее просто Разбирают Читают Хорошая публицистика Хорошая литература Хорошие стихи Спасибо Юрочка Дорогой Спасибо Сейчас я с удовольствием Объявлю Следующий номер Нашего вечера Поет Заслуженный Артист России Известный Легендарный Певец Легендарный Ведущий Многих Многих Поэтических И музыкальных Вечеров На телевидении И на радио Заслуженный Артист России Леонид Шумский Добрый вечер Дорогие друзья Стихи Толи Пшеничного Они не только Автобиографичны Они Сродни Вот Как бы Нашим биографиям Многих из нас Наше поколение Послевоенных детей Росло На одной культуре Замечательной культуре Героической Чистой Культуре Большой Высокой Культуре Мы С нами Всю жизнь С детства Запахи Травостоя Сохранились Мы Люди Провинциальные Добрались До больших Городов И вот Меня Однажды Обожгло Буквально Когда я Услышал Песню На музыку Анатолия Беляева На стихи Толи Пшеничного Одна из песен На эти стихи Много-много В разных Мелодиях Сочинено И по-моему Уже был даже Конкурс Кто будет петь Песни На эти стихи Сегодня Я благодарен Толи За то Что он Предоставил Это право Мне Сегодня Сделать Песня О нашей Юности О нашей Малой Родине О нашим Самым Святом Дорогом Называется Она просто Белые Полелья Затопила Молодец Белыми Полельями Хорошо С дороги Лечь К потолку Коленями Будто в даль Не унесло След Четыре Короба Будто Вовсе Игорь Из Большого Морога От Конца И до Конца Я Поселок Вымерю И Над Звездочкой Отца Сигарету Вымерю Чей же Будешь Ты Юнец Спросят Долгожители И Вдогонку Молодец Не забыл Родителей Та-да-ра-ра-рам Та-да-ра-рам Та-да-ра-ра-рам 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 Сток солом Как луна Станет Она Примогами Остается Тишина На березах Синем Синем challenge Та-да-ра-рам А От Конца И До Конца Я Поселок Вымерю И над звездочкой отца Сигаретку выкурю. Чей будешь ты, юнец? Спросят долгожители. И в догонку молодец, Не забыл родителей. А в конца и до конца Я поселок выверю. И над звездочкой отца Сигаретку выкурю. Чей же будешь ты, юнец? Спросят долгожители. И в догонку молодец, Не забыл родителей. Бабкина. Тан. Аплодезионы. Тен, тен. Тан. Тен... Тен, тен.. Тен. Тен, тен, тен. Тен, тен. Вот это лучшие мои книги. Вот такие певцы, такие артисты. Это лучшие книжки. Спасибо большое. Спасибо. Толя попросил меня спеть песню, которая очень хорошо известна в военной среде. Но она многие десятилетия незаслуженно считалась народной. Хотя народной это в общем высший знак качества, что называется, песенной. Но не были известны авторы. Наш большой друг Юрий Евгеньевич Бирюков, историк русско-советской песни, отыскал автора песни. В 1942 году фронтовой журналист Василий Ермаков написал стихи, опубликовал ее в маленькой полковой газете. Стихи разошлись по всем фронтам, придумал народ музыку. Много музык тоже было на эту песню, на эти стихи. Песня жила в народе, но никогда раньше не записывалась ни на грампластинке, ни на радио. Она не звучала в эфире. Так случилось, что вот какое-то время назад мне посчастливилось одному из первых записать эту песню. С Тулиной помощью она тоже включена во многие военные сборники, военных песен. Она уже хорошо известна в этой интерпретации. И Толя попросил меня сегодня спеть. Для меня она очень дорога, эта песня. Очень любима мною. Я ее посвящаю всем вам, людям, всем тем, кто носил и носит военную форму. Песня называется «Серая шинель». Ты любовь насшитая, У линии пробитая, У нас труд прощенная, Что ты уберите? Временем потрепала, И не жена зашепана, С пожилетейшим в городах Серая шинель. Ты пропахла порока, Но как стой, что ли? Продаваясь, Утрица По ежих нигде. По сырую длинную, Служишь ты и перинаю, Согреваешь ласта, Все водяши и ней Продаваясь, Пусть сырую длинную, Служишь ты и перинаю, Согреваешь ласта, Все водяши и ней Плотная, Супорная, Пусть сырую длинная, Родина и длинная, Разве может снять тебя Уголить шраплет? Против сердца воина, Не бывать права воина, Пусть сырую длинной, Все водяши и т Grabbed 27주고 Мы победами на постели Чистую мягкую постель Со слезами гордости Лучший угол горницы Отхалечить старую смертью живет Со слезами гордости Лучший угол горницы Отхалечить старую Всем души нет Отхалечить старую Всем души нет Спасибо! Как уж случилось, что в 87, 88, 89 год У меня было очень много поездок за границу И куда бы я ни приехал Обычно встречали Либо наши журналисты Либо, так сказать, ваши коллеги Работайте по собственству Путь из аэропорта до гостиницы Или там месту жительства И мне как изюминку вставляли Кассету Включали, говорит, Миша, послушай Класс Звучали стихи, так сказать Вернее, уже песни Анатолия Пшеничного Это было везде Это было в Дамаске Это было в ГДР Это было в Болгарии Это было в Штатах Это было в Финляндии, так сказать Но я делал вид, что для меня это, конечно, много Что, ребята, молодцы Спасибо Более того, друзья, которые там работали Кто на нефтяной отрасли Кто в посольствах Тоже, возвращаясь домой Привозили и угощали меня этими кассетами Я делал вид, что я, так сказать, ничего не знаю Сейчас то же самое Но только уже не кассеты, а диски И я хочу сейчас представить Анатолия Пшеничного Еще раз С тем самым циклом С небольшим Да, с небольшим С которого впервые выстрелил Как великий поэт Как великий певец Российского, так сказать Служебного зарубежья А нынче Сейчас тут уже А нынче Мы можем говорить уже о классике России Спасибо Спасибо Это приятно очень Что вот стихи, которые написаны за границей Были Они сейчас востребованы Многие мои товарищи И даже незнакомые люди Приезжающие за рубеж Им ставят эти пластинки Им ставят и песню Дежурного коменданта И песню Офицера безопасности И многие-многие другие песни Которые стали там действительно просто Называли уже Оговорили о том Что эти песни написал Дежурный комендант Потом офицер безопасности написал Потом Кто-то из тех персонала написал И так далее Ну тем не менее Песни созданы Вышла книга Загранпосольство Вышел сборник Загранкомандировка Посольский двор Книга называлась Извините И они пошли И очень хорошо Что они были Эти песни Что они кому-то нужны А мы Вот здесь находится Замечательный человек Тоже легендарный человек Маргелов Виталий Васильевич Это сын Самого родителя Василия Человек Который был командиром Много-много раз В разных странах Виталий Васильевич Дорогой Естественно И мы с ним тоже спевали Там много песен Я хочу сейчас Прочитать стихотворение Может быть одно Воздух родины И потом спеть песню Песня будет называться Женева А вторая песня Будет называться Новый русский Называется Новый русский Так она и будет называться Потому что В то время Тоже было интересно Наблюдать за людьми В те годы Вдруг уехавшими Из России Оказавшимися В странах Где вроде Если у тебя деньги есть Но ты все можешь сделать И никак не могли понять Ну что же Никто их не понимает Что же никто не видит Эти золотые гири Золотые цепи Что пожимают плечами Это было Странно видеть Но это было И об этом я тоже писал Такая редкость создалась Я просто сейчас Два-три может быть Сотворения Почитаю и спою Воздух родины Над Парижем Словно в рамочке Тлеют звезды Среди крыш Продается воздух В баночке С яркой надписью Париж Это ж надо так устроиться Не пахать И не ковать А всего-то беспокоиться В банках воздух продавать И припомним мы Под водочку Нашу родину вдали Как везли в чужбину горсточку Русской ласковой земли И ветра родные В парус нам заплетались Будь-то нить Жаль тогда Не догадались мы Их по баночкам разлить Я б хранил бы воздух родины В этих импортных местах Где распяли нас Как проклятых На чужбинушках крестах И когда б совсем до лампочки Жизнь мне стала и венцо Я рванул бы эту баночку За железное кольцо Что плествой С нерусских веточек Оборвался бы мой путь И я смог хоть напоследочек Воздух родины вдохнуть Это ж надо так устроиться Не пахать и не ковать А всего-то беспокоиться Воздух в банках продавать Женева Написана была 9 мая Как раз первый день Практически с моего приезда в Женеву Пожалуйста, трек сделайте Немножко погромче Снова май и снова горы зацвели Как салюты у Европы на виду Жалко наших даже небы не дошли В 45-40-м доблестном году Было больше снега И не лапурга А часы омега Звались бы ага И чтоб не елозило То уже встретись бы Мы асфальтного озера Закатали бы Жалко наши Не дошли до этих мест Было б где Оболоснуть там сапоги И на знамени На красно-белый крест До сих пор бы не поставили враги Мы бы по подвалам Поскребли в момент А по перевалам Встал бы монумент Лёд на пике стали На усах туман Вниз товарищ Сталин Смотрит на манглан Жалко наших не закончили маршрут А мечтирлицу до тропочку топтал Правда плешник как увидел наших тут Так и в спорточки немедленно упал Вдруг не улыбайся Вдруг не улыбайся Ни зигзаг судьбы Мы бы сюда чугайся Запустили вы В танки и кожанки Крепки как орех Он бы эти банки Поделил на всех Жалко наши Не доехали чуть-чуть В эту каторжную ссылку Ильича Мы в борьбе бы здесь За мир по Ильичу Не оставили бы на камне Кирпича Ильнин здесь нехилы Но прошу учесть Что в России вилы В любом сарае есть И даже если снова Только у чужого сроду не хотим Даже если снова Скоро победим Вот такая песня была написана 9 мая на Чужбине И исполнена В культурном центре нашего посольства Дарья Савельевич Помните, вы нахлопали Новый А вот так Нам-то свидетелями пришлось стать В Русселе, может быть, позже в Женире Вот исхода наших Прихода наших русских новых И ухода туда Были мы свидетелями Как раз-то Иганьков там был В Женире Находился Спасибо И поэтому я очень хочу спеть песню О недоумении наших русских Новых русских Приехавших за границу То не мы На крутом автомобиле То не нам ли Вся земная благодать То не мы Столько денег Жив нам мыли И нам их придется Отплывать Решено смотаться Приехать за грамма Каждой ночью снятся Будет тюрьма Путь дорога дальняя Кончат разговор И есть страна нейтральная Среди любительских гор Сам себе там царь я Сам себе сурья По бокам швейцария Посередки я Нас встречали Хулиганы из Лугана Шею в бабочках При дамочках Зарагут Наливали нам Граненые стаканы Пусть мы в Аню Наши мани Угадут Мне теперь не страшно Шепотай лаю И я ведь Новый Рашин И я ведь Русский Нью И есть кровать Трехспальная Альбин-Колор И страна нейтральная Среди любительских гор Сам себе в ней царь я Сам себе сурья По бокам швейцария Посередки я А страна вокруг Нейтральная такая Наклевать-то ей На всю мою казну И как громко Ни якаю Намикая Тут никто Моя не видит Тротизну Рыбки не пооткрою Коль лечу в Париж И гири золотою И их не удивишь Сдачу каждой лавочке Отдают сполна Все-то им на лампочке Странная страна Но зато сам царь я Сам себе сурья По бокам швейцария Посередки я Ну зачем Ну земляком Я крал зарплату На пролон жиле И вкладчиком Круля И шампанское Рванул я Как гранату И заставил Оглянуться на себя Как мне с вами скучно Скатерти я рвал Кто-то ты равнодушный Выходи и драл С той поры детальная Увеснил вполне Что тюрьма центральная Из любой страны И того, что царь я Не признал сурья По бокам швейцария Посередки я Такое тоже было Спасибо за то, что кто-то помнит Я просто хочу сказать, что все аранжировки Они простые очень Эти песен Очень многих песен на кассетах Сделал присутствующий здесь мой товарищ Юрий Шурчков Юра, ты здесь, наверное, да? Замечательный писатель, публицист, поэт С новым еще покажется нам Спасибо И сейчас я хочу представить Замечательного композитора Песни которого поют многие артисты Вот Геркорова, я даже не знаю до кого Буйнова и многие-многие поют Хотя имя его до сих пор не очень-то известное Не сильный он тусовщик Но песни поют замечательные По крайней мере, вот песня «Кому ты нужен» Ты скажи, кому ты нужен Который открывался этот вечер Для Александра Маршала Написал композитор Анатолий Верещагин Анатолий Верещагин Анатолий Верещагин Лет 15 назад, листая журнал «Смена», я натолкнулся на стихи Толи Пшеничного. Это было мое первое знакомство с этим прекрасным поэтом. На эти стихи была написана песня, которую потом приобрел Александр Маршал и которую успешно до сих пор исполняет и которая сегодня открывала сегодняшнее мероприятие. Толи я тебя безмерно ценю и очень сильно уважаю. Дружище, удачи тебе, здоровья, самое-самое лучшее. Спасибо. В тесной книге моей телефона, что было и хранит, как музей, продолжают свои перезводы телефоны ушедших друзей. Вот Серега, вот Коля, вот Сашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому не было тяжко со мной. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы у вас не дружили ветра, Пусть как прежде живут позывные друзей, не спешите стирать номера. Мы прожили, может, немного, но летая маршрутом своим, Не судите, товарищи, строго, чтобы не быть судимым самим. Так же падают листья и звезды, где же волны звенят у колен, Только видно, мы поняли поздно, что друзьям не бывает взамен. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы у вас не дружили ветра, Пусть как прежде живут позывные друзей, не спешите стирать номера. Не спешите стирать номера. Снова детство мне приснилось, как замкнули провода, В нашем доме вдруг случилась полуночная беда, И прижал меня к коленкам, побелевшее лицом. В коридоре возле стенки маль стоит перед отцом. И сказал он мне тогда через порог, Ты когда-нибудь поймёшь меня, сынок? Ты когда-нибудь поймёшь меня, сынок? Было с мамою нам трудно, было плохо без отца. И то вечером, то утром ждал его я укрыться. На трамвайной остановке я смотрел по сторонам, Просто он, командироке, урал я в школе пацанам. И опять принёс почтовый мне листок. Ты когда-нибудь поймёшь меня, сынок? Ты когда-нибудь поймёшь меня, сынок? А когда текли упрямо, и твердела колея, И старела моя мама, и шагал всё дальше я. Смог зажечь на небе звёзды, Много песен написать. В этой жизни всё непросто, Это я сумел понять. Вот и мне пришлось сказать через порог, Ты когда-нибудь поймёшь меня, сынок? Ты когда-нибудь поймёшь меня, сынок? Ты когда-нибудь поймёшь меня, сынок? Заслуженный артист России Григорий Дунаев, С лирическим циклом для души. Пожалуйста. Дорогие друзья, я хочу отметить ещё одну грань таланта нашего юбиляра. На виду с его мужской закваской, силой воли, характером, Есть ещё одна такая в его стихах проникновенная черта, Как тонкий лиризм. А впрочем, убедитесь сами. Партия фортепиано Борис Зиганшин. Не беда постучала и не рухнула ввысь, На сегодня, сначала, начинаю я жизнь. Начинаю, рискую у судьбы на краю Неизвестную, злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат, как экран, До прокушенной кромки я наполню стакан, Словно бритвою водка полоснёт под губой. Непростая работка, расставание с тобой. До свидания, подруги! До свидания, друзья! Не вините в испуге, покаяньем грозя, В том, что хлебом крошил, В том, что жил, пригибаясь, И что мало грешил. Столько лет за спиною, Быть пора бы уже В голове сединою И покою в душе. Но покой или волос – это сущий пустяк, Если жизнь напоролась на два слова. Не так, не ищите улики, Ведь не взять под вопрос чёрно-белые блики. На клавирах берёз Всё дороги, да уступки, тряпки, бабки, гульба. Чем дороже покупки, тем дешевле судьба. Так и жив, подражая Всяким, с кем не свяжись, И чужая, чужая, то была моя жизнь. Я тобой не торгую, И на самом краю Начинаю другую, Но до нитки свою. Аплодисменты Аплодисменты Чувакова Аплодисменты 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 Ордон Грегу Аплодисменты Вспомнил Вспомнил, назад обернувшись, вспыхнувший лёд галереи. К санкам, едва прикоснувшись, губы примерзли мои, бился я в бабкины ставни. Вымолвить слово не мог, что ж не усвоил я давний памятный этот урок. Женщину встретил или в спину ветер меня к ней толкал. Знал ведь, что насмерть пристынул, но всё равно целовал. Целовал, целовал, целовал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Музыка и исполнение Бориса Зиганчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Музыка и Симон. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо вам за терпение, у нас подвигается дело уже в финальной стадии, еще есть уступающая, но я хотел бы прочитать еще стихи, наверное, спеть песню. Не судит, не спасает и не губит, а просто где-то рядышком живет, любимая, которая не любит, желанная, которая не ждет, твердит ему потертая гитара, по комнате гоняя суховей, тебе она не пара, как не пара. Огонь траве и клетки соловей, тебе она наряд не по размеру, тебе она как утро для хмельных, ну дайте помечтать пенсионеру. И ветерану точек боевых под утро новый снег на землю ляжет, парик надев на лысину ветвей. Он выйдет в неизменном камуфляже и тихо поздоровается с ней, пройдет она задумчиво и тихо, как парус, не заметивший причал. Никто его не ждал из Мозамбика, никто после Кабула не встречал, скрипит по снегу детская коляска, к которой наклоняется она. Зачем ему придуманная сказка, чужая раскрасавица жена. Поездил, пострелял, навоевался, ему теперь спокойный вариант, чтоб кто-то под фикусом валялся, не думая про быт и про виан. Ну хватит для судьбы его зарубок и подвигов, но рядышком живет любимая, которая не любит, желанная, которая не ждет. Когда вернулся я с войны, опять поверив в белый свет, не то чтоб трезвый от вины, но и непьяный от побед, казалось раз и навсегда. Я с первой встречи полюбил, но попросили вы тогда, чтобы я вас не торопил, я вас позвал своим друзьям и под дождем стоял, но вы, вы долго думали, мадам, я не дождался вас, увы. Бывало дело и не раз, себя тоской сжигал скуля, ведь за спиной один Кавказ, и ни работы, ни жилья, плескал я водочку огонь. Вечер проклятый свой синдром, но убирали вы ладони, и говорили вы потом, ну а потом. Пошел я в храм и вас с собой позвал, но вы, вы долго думали, мадам, я не дожидался вас, увы. И, наконец, настал мой час, хандру я смог преодолеть. Недаром у нас лихой Кавказ, учил победа или смерть, трудился Бог меня храня. Согрела мама, друг, помог, и вот в прихожей у меня раздался поздний ваш звонок. Но не калил как прежде шрам, а шарма вашей головы вы долго думали, мадам, я не дожидался вас, увы. О, главари московских шаек Вожди помоек и клоак Снимите форму с попрошаек Синюшных этих бедолаг Непотным душам промокашки И несценический букет Вот эти гордые тельняшки И в небо крашеный билет Мы все, конечно, виноваты За равнодушный властный бред Но настоящего солдата Средь присмыкающихся нет Как нет лучей среди темницы Как нет земли среди болот Кто не забыл, братишек, лица тот Побираться не пойдет Он душу водочкой полечит Но не отдаст помойке честь Он кулаки сожмет покрепче Если они, конечно, и есть Он на весь мир не обозлился Пусть и хлебнул обиды в сласть Он на культях своих учился Не путать родину и власть Порядок свой в убогой свете Низам бутыль, верхам лаве Снимите с них гвардейский китель Не вынуждайте ВДВ Браво! Знаете, здесь сегодня очень много военных людей сидят Здесь, я не знаю, что Анатолий Кочер здесь есть Здесь, наверное, Маргел Александр есть Герои России Здесь много очень достойных людей Здесь, наверное, присутствует сегодня, я думаю Один из таких вот героев моих стихов Сам прекраснейший поэт Прошедший, хорошо прошедший, пропахавший войну Уже после одной из последних войн Потерявший на ней здоровье, но не сдавшийся И пишущий великолепные стихи Александр, Саша Карпенко, если здесь Я очень просил у тебя подняться И встать рядом со мной Есть, Саша? Поэт Александр Карпенко Воин-победитель Я твой сын Я твой воин, Россия Пусть ты так Тяжела на подъем Два сокровища Нежность и сила Обретаются В сердце твоем Пусть безбрежность Нам дарит мятежность Не свернуть мне С родимой стези Два сокровища Сила и нежность Беззакатное Солнце Руси Аплодисменты Я хочу сказать Анатолию большое спасибо Я не ожидал Что он вот так вот Меня Вытащит на сцену Это очень чистый человек Это я бы сказал Тонкий лирик С лицом трибуна Потому что Ну многие пишут стихи О любви к родине Но единицам Удается сделать это Настолько проникновенно Чтобы Хватало за душу И чтобы родина Вот Была живая И ты сопереживал Как будто Чувствовал Эту душу родины Это вот Удается Нашему юбиляру Анатолию Пшеничному Спасибо огромное Спасибо, Саша До последнего Драться патрона Нам еще предстоит Старина Разворованная Оборона Запахнувшая Крылья Страна Да Пришли Непонятные люди В кабинеты Державы родной Встать готовые Жирную грудью За чужою Широкой Спиной Растащили Раскрали Рассеяли Под высокие Спрятав слова И уже Из поганого Семени Ядовитой Лезет трава Но в обидной Бескрылости Этой В недвижимости Стен И одежд Не взлетают К вискам Пистолеты Не трепещут Обрывки Надежд Страха нет Только Грусть Как собака Лежит Сжатую Руку мою Оборонов В пыли Но атака Все вернет нам В грядущем Бою Упало солнце Затихла база Заснули крепко Сыны спецназа А мы все курим Открыли двери Сидим Считаем Свои потери Кавказ Потерян Потерян Киев И прощены Все долги Лихие И на оставленный Севастополь Глядят Спусть слезы Ракеты Тополь Ракеты Тополь Не понимают Что же их в небо Не поднимают Ведь от России Отбит от холод То русский берег То русский город Китайцев реки Монголам шкуры Казахам золото Байханура Лишь Беларусь Стоять советской Покуда крепость Зовется Брестской Лишь Беларусь Стоять советской Покуда крепость Зовется Брестской А нам все игры А нам все праздник Князь долгорукий И медный всадник Сканейка стражи Глядят из Бутин А что нам скажет Товарищ Жукан Но марш в Ронзу Закован тяжко И не дождутся Вранды отмашку Мы бы послали Под лодки к Кубе Да что нам скажут Парижкам в клубе А я в Париже Не жил ни разу Не до Парижа Пока спецназу Но эти шаги И даже смиты Коль если в драки Бывали биты Я брал в броку И был в Беслане А надо было б И на Майдане Где наших братьев Изменок вяжет Где злая баба Косою машет Взлетело солнце Проснулась база Мы все сегодня Сыны спецназа В веках спятое В Руси свеченье Вот нам какое Спецназначение В веках спятое В Руси свеченье Вот нам какое Спецназначение Спасибо Спасибо Я же говорю Что сегодня Единомышленники здесь Просто я потрясен Вот полный зал Спасибо Видимо действительно Мы все соскучились Почему-то Почему-то настоящего А в основном По нашей родине Настоящего Спасибо Спасибо